В Ноябрьске полным ходом идет подготовка к осенне-зимнему периоду. Управляющие компании заявляют о том, что к сентябрю весь необходимый объем работ будет выполнен. Сегодня первый заместитель главы администрации Ноябрьска Андрей Касьяненко лично проверил, насколько добросовестно коммунальщики выполняют свои обязанности. Ксения Епишева с подробностями. Первым в списке адресов дом номер 82 по Советской. Обслуживает его управляющая компания «Крепость». Как раз сегодня здесь промывают внутридомовые сети. Это все один из самых трудоемких и самых важных этапов подготовки к зиме. Ведь если этого не сделать летом, то все, что оседает в системе водоснабжения, станет серьезной проблемой зимой. Иными словами, в квартирах будет не жарко. У нас уже вот выбросная линия канализации. Мы не на грунт, а на канализацию. Нет, канализацию, да. Достали шланг, посмотрели, вода чистая, все. Перешли на другой стояк. Промыли, просмотрели, опять дальше. Пока каждый стояк так не пройдем до чистой воды. Все, сейчас закончим, перейдем на следующий узел. В НЖСК тоже практически завершили промывку сетей. Работы осталось выполнить на паре десятков домов. Кроме промывки, управляющие приводят в порядок парадные подъезды, вкрасят заборы и, что немаловажно, проводят мелкий плановый ремонт крыш. У нас запланировано 114 домов, уже более 50 отремонтировано. И на сегодняшний день три звена работают, продолжаем работать. Кстати, о крышах. Все бесхозные коммуникации, имеется в виду паутина, которую наплели связисты, будут срезаны, если, конечно, хозяева кабелей не объявятся. По идее, удаляться должны и провода, проведенные самими жильцами, например, автомобильные подогревы. Однако в управляющих организациях признаются, делать этого не будут. Во-первых, это собственность жильцов, и никому потом неохота судиться за кусок провода. А во-вторых, все-таки зимой в наших климатических условиях без подогревов никуда. С подогревами, вы знаете, что это не такой простой вопрос. Это не первые годы, не десяток лет идет борьба с подогревами. Это собственники. В принципе, мы не имеем права, если по закону. Предупреждаем, выписываем предписание. Но люди реагируют на это очень слабо. Последний, к кому сегодня заглянул Андрей Касьяненко, это УЖХ. Здесь все в целом тоже в рабочем порядке. Единственное, на что жалуются коммунальщики, так это на должников. Дело на тех домах, на которых есть задолженность. Потому что приходит жилищная инспекция, соответственно, они пишут туда, и мы все делаем. Семьевый обыдок. Нет, ну а с собственниками ведете работу? Потому что люди должны понимать... Ведем. Вот приходят, пишут заявление. Вот написал человек заявление. Мы говорим, вот на вашем доме 300 тысяч долгу. Они говорят, ну и что? А я плачу. А вот сосед не платит, у которого 200 тысяч долгу. Ну мы же не сделаем одну шиферину над его крышей. Кстати, из-за недоплаты по коммуналке управляющим приходится выкручиваться. Часть материалов, необходимых для тех же ремонтных работ, они вынуждены брать в долг. Что называется под честное слово. Иначе, в установленные даже не законом, а погодой сроки уложиться никак не получится. Однако, в целом, никаких серьезных замечаний у первого заместителя главы не возникло. Темпы подготовки Андрей Косяненко назвал удовлетворительными. Но при этом администрация не прекратит следить за ходом работ. Наша задача была оценить ход проведения работ по подготовке именно жилищного фонда. В прошлый раз мы с вами отработали объекты инженерной инфраструктуры. Общая ситуация неплохая. Работы выполнены в среднем где-то на 60% по всем домам, по квартирам города. Впереди большая работа на поселках и завершение работ в сроке до 5 сентября. В тени Епишева Александр Иванов. Новости нашего города.